Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Но вот прям вот так вот, и вода теперь моё всё, я пью под воду. Разверну на нашу тему, ведь ты получается сейчас сказал все самые свои важные, энерговосполняющие тебя вещи. Точно, а теперь, зачем, зачем, и как человеку найти в себе руководителя, ведь две боли руководителя, одиночество и выгорание. Ну давай я попробую, как я решил для себя эти вопросы. Давай. Итак, я умею хорошо готовить, но я ещё и умею хорошо продавать, я люблю продавать, второе, я умею хорошо делать маркетинг, я разбираюсь в маркетинге, я разбираюсь в логистике, я умею читать финансовые документы, я много в чём хорошо разбираюсь. Но знаешь, в чём я божественен, в чём я прекрасен, и в чём я, может быть, даже в радиусе, там полутора тысяч километров, ну вот, нет равных. Я понял одну простую вещь, что проекты, которыми я руководил, и которые оказались успешны, они оказались успешны по одной простой причине, потому что мне туда удавалось находить сильных людей, талантливых людей, мощных людей. Люди грубо А, как говорил Стив Джонс, да? Точно, да, 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 те самые, и даже я бы сказал, знаешь, это, если я, например, считаю себя там А-человеком, то это А со звёздочкой. А с плюсом. А с плюсом. Это болезненный. Это, наверное, вот самое главное, что я умею делать очень хорошо. Почему? Скажи мне тогда по-другому, да? Ведь речь получается следующая. Собственники и генеральные директора боятся брать более профессиональных людей. Это что? Я думаю, что это просто такая, знаешь, ещё тянувшаяся по инерции советская традиция директивного управления, и сейчас это уже просто не работает. Этот стиль, он, слушай, он просто за какое-то время, год, два, три, он просто уйдёт. То есть надо подождать. Надо подождать, оно вымоется. Хочешь пример? Друзья, год назад я консультировал генерального директора крупной логистической компании в Петербурге, и он вот для того, чтобы продемонстрировать, насколько он устал от безинициативности, безответственности своих сотрудников, знаешь, такой бабах об стол, лист бумаги. Я беру этот лист бумаги, а он мне говорит, представляешь, до чего дошло? И я читаю этот лист бумаги. Знаешь, что там написано? Приказ, ну там, например, приказ 45 дробь 7. Настоящим приказом, приказываю исполнять все приказы, изданные до настоящего приказа. То есть у него просто безвыходное положение. И ты знаешь, я смотрел на этого человека. Друзья, чтобы вы понимали, вы можете сейчас в Яндексе попытаться вот это всё воспроизвести. Приказ об исполнении приказов. И вы там этого не найдёте. Это я не вычитал, это я не украл, это я видел своими глазами. Причём нормальный парень, ему там 35-37, молодой, понимаешь, да? Не работают, приказы не работают. А вот как раз, что работает для успеха бизнеса, это создание крутой, успешной команды, каждый член которой сильнее тебя. Представь, что мы с тобой встречаемся на встрече, я заказчик, а ты вот тот самый божественный. Я говорю, слушай, ну всё. Команда строительства. Да, безинициативные. Ничего не знаю, даже приказ такой издал. Что ты можешь мне сделать? Давай об этом поговорим. Что мы реально можем сделать? У меня, Роман, есть любимый образ. И этим образом и заканчиваются все мои презентации, и мастер-классы меня часто приглашают. И это образ, образ золотой рыбки. Что это значит? Да очень просто. Какая голова, такая и рыба. У головы карася не бывает тела щуки. У головы щуки не бывает тела карася. Если вам не нравится, что происходит с вашим бизнесом, если вам не нравится ваша команда, то собственники, генеральные директора, примите ответственность и скажите честно, что начинать изменения в компании, начинать изменения в команде нужно с себя. Вот так это работает. А теперь я задам тебе вопрос, Роман. Как ты считаешь? Ну, давай так, на основании твоей практики. Какой процент собственников компании и генеральных директоров компании готовы к изменениям и готовы к тому, чтобы начинать с себя? Ну скажи. Я тебе отвечу, знаешь, как в нашем бизнесе принято. Когда я веду мастер-класс, я говорю, слушайте, ребята, я сейчас буду выкладываться на полную. Я отдам себя всего. Но в лучшем случае из 100 человек, которые здесь сидят, может быть, 4 ко мне подойдут, спросят, что делать дальше. Один из них что-то будет делать. Ты оптимист. Я считаю, что 3, понимаешь, да? Но то, что 1-2 в лучшем случае сделают, я с тобой согласен. Можно разобью? Давай. Нужно, нужно. На основании своей 25-летней практики управления сотрудниками людьми, создания успешных команд, я понял, что все люди делятся на 3 категории. О, супер. 3, 7, 90. 3 человека из 100, это вот как раз вот эти менящики мира, которые хотят не только изменить мир, но и готовы меняться сами. И недавно я очень крутую фразу нашёл, я тебе её хочу отдать. Давай. Меняй людей или меняй людей или меняйся сам. Вот это про это, понимаешь, да? И они готовы менять мир, они готовы менять людей вокруг себя, но при этом они понимают, что все изменения начинаются с них самих. С себя. Таких 3 человека из 100. Такие менящики мира. Ты такой, я такой, Стив Джобс был таким, да Винчи был таким, Путин такой. Слушай, ты знаешь, вокруг тебя тоже есть такие... Ты знаешь интересную фразу, скажу, мне удалось, я тебе рассказывал, что я работал в Инвесбербанке, который был продан группе банков УТП. Наш собственник, Александр Анатольевич Пономаренко, бывший владелец Новороссийского морского порта, он сказал следующую вещь. Я создаю команду и хотя бы чтобы 10% было голодных людей. Голодных к изменению. Да, круто. Если таких нет, всё, можно закрываться, уходить, вешать замок на компанию. Роман, ты знаешь, что я собираю такие вещи, если позволишь, я украду у тебя эту идею голодных до изменения людей. Голодных до изменения людей. Итак, 3 человека из 100. Это они и есть. Да, да, вторая группа, 7 человек из 100. Знаешь, у меня есть такое наблюдение, такая даже не теория, а практика, что в каждой успешной компании всегда есть великий первый, вот эти, помнишь, медальщики мира, да, и великий второй. Тот человек, который его поддерживает, те люди, которые систематизируют бизнес. При том, что в России существует, к сожалению, такое высокомерное отношение к людям процесса, а я им песни пою. Систематизаторы. Точно, потому что эти люди поддержки, люди системы, без них ничего не будет. Знаешь, такой герой сокрушил препятствие, доказал, что продукт крутой, пошёл дальше. А собой руины. Да, оно бамц и упало. Да. И только вот эти люди поддержки, они и создают ценность бизнеса. Пример хочешь? Да, конечно. Все знают про Стива Джобса и мало кто знает про… Стива Возняка. Точно. Все знают про Гейтса и мало знают про Алина или Балмер. Или Балмер. Или Балмер, пожалуйста. Многие знают, все знают Рустама Таряко и мало кто знает про Игоря Косарева. Много кто знает про Олега Леонова, Дикси, 600 миллионов долларов. И мало кто знает Виктор Гурубунов, Виктор Туликов и другие люди, которые… Всегда с этими лидерами кто-то есть. Всегда рядом с Великим Первым, всегда, вот, обрати внимание. Великий Второй. В тот самый Великий Второй. И вот эти вот Великие Вторые, это вот 7% из 100. Можно это назвать тандемом? Да, однозначно. Я бы даже сказал, дуэт. Дуэт. А вообще дуэт в бизнесе сейчас вот с примером, вот это как вопрос, вообще, кто больше успешен, одиночка или дуэт или тандем? Дуэт или тандем, конечно. Дуэт или тандем. Да, потому что ещё раз, ты можешь сколько угодно доказать миру, что твой продукт крутой, но, слушай, ты разорвёшься, ты не можешь всё сделать за всех, и ты должен себя окружать лучшим маркетологом, лучшим продавцом, лучшим производителем, лучшим логистом, а теперь, друзья, вы же смотрите этот эфир и вы хотите получить практический инструмент для развития бизнеса. Да, моё любимое слово «как». Да очень просто. Знаете, с чего надо начать? Надо начать вообще с того, чтобы включить свою голову на постоянный поиск лучшего человека в вашу команду. Пример хотите? Да. До нашего интервью мы с Романом обсуждали наше интервью, и давайте, у нас не было никакой договорённости, у нас не было никакой договорённости, и сейчас я Роману задам несколько вопросов. Роман, в «Шоколаднице», где мы сейчас с тобой встречались и там завтракали и разговаривали, что я сделал? С точки зрения «наш» или с точки зрения там стаффа, который работал там? Точно. Точно. У тебя на глазах. Это же было. Что я сделал? Ты сделал так, чтобы сервис, который проводит тебе «Шоколадница» был лучшего, потому что ты показывал… А кто был проявлением этого сервиса? Ты и наш официант, который… Точно. Которую зовут как? Настя. Точно. И что я с ней сделал? Влюбил её в себя. И я сделал про неё сегодня пост. Я взял её контакт. Да? Потому что, обрати внимание, несмотря на то, что раннее утро, она была улыбчивая, доброжелательная, она была сервис-ориентированная. От второй. От второй Рузели. Привет, Рузеля. Надо проснуться. Так деньги не зарабатываются. И всё. У меня теперь в записной книжке есть телефон этой самой Анастасии. И когда я буду делать очередной проект, и когда мне понадобится девушка в колл-центр, то я буду не заказывать там, найдите мне какую-то волшебную барышню из колл-центра. Анастасия, здравствуйте. Я могу сказать, что ты мне сегодня преподал два урока. Второй урок по заходу сюда в студию, когда только что сидящая девушка, которая узнала, что она в Санкт-Петербурге, я тут же тебе сказал, и ты тут же понял, зачем она тебе может быть нужна. Вот так и надо работать. Точно. Но это, вот подожди. Но ты же не родился таким. Ну да. Мне просто повезло. Как ты научил себя это делать? Я расскажу. Давай. Давай. Давай так. Я обещаю, что я отвечу на твой вопрос. Я не забуду. Хорошо. Первое. Три человека из ста люди меняли щеки. Второе. Великие вторые. А девяностые… Роман, как ты думаешь, кто оставшиеся 90%? Владимир, ну, судя по всему, это те люди, которые работают. Вся, весь оставшийся коллектив. То есть, если… У меня немного другая деление, но я тебе сейчас примерно отвечу. Ранние сторонники, которые согласны на все изменения, поддерживающие большинство, середина основная и противники. Скорее всего, это та середина, за которую идёт наша с тобой война. Лидера за то, чтобы привлечь их на сторону. Ну, на самом деле мы с тобой, знаешь, смотрим с разной стороны на одну матрицу. На одну и ту же сторону. Да. Это Дом-2. Это такие люди-кораблики, они, знаешь, так плывут по реке жизни, они твёрдо убеждены в том, что вот куда их жизнь прибила, это и есть жизнь, и от них ничего не зависит. И вот куда их прибило, вот оно и вот прибило. Потому что у них нет никакой связи между тем, что они делают и какого результата они достигают, этой связи нет, она отсутствует. У меня таки плывут, знаешь, люди-кораблики. Как ты думаю, какие два любимых слова у людей-корабликов? Два главных слова у людей-корабликов. Зарплата и 6 часов вечера. Первое слово, которое они очень любят, это слово «повезло». Наверное. Amazon-2. Знаешь, почему? Потому что слово «повезло» объясняет, почему у кого-то лучше машина, лучше работа, лучше жена, лучше муж, лучше квартира, потому что этому человеку что? Повезло. Повезло. Не повезло, а то, что ты вджобываешь с 6 утра до 2 ночи, это в его картине мира отсутствует, он себе всё объяснил. Они же не хотят меняться. Так им нормально в этом, потому что они себе всё объяснили. И вот это слово «повезло», оно всё объясняет. Хочешь пример, как это происходит? Конечно, конечно. Ты едешь на 5-летие или 10-летие выпуска школы или вуза, и ты приезжаешь на новенькой Volkswagen CC, а он приезжает на ржавом велосипеде, и он смотрит на тебя и говорит «ну, конечно, у вас там в Москве, повезло тебе, ты в Москве». Ты ему задаёшь вопрос, что тебе мешает переехать в Москву, и чтобы тебе тоже повезло. Но это же надо переехать. 100 миллиардов разных отмазок. Но великое искусство отмазок, кстати, у меня есть такой мастер-класс «Типология отмазок и способы борьбы с ними». Если хочешь, пригласи меня как-нибудь, я тебе расскажу. Окей, давай на секунду верну тебя в… А второе слово, как ты думаешь, какое для них важное? Ты очень близко к этому сказал, прямо на букву «о». Это прямо слово, которое… Я не знаю, не буду тянуть время. Оклад. Ну, зарплата. Не-не, не зарплата. Оклад. Потому что он какой? Фиксированный. Он твёрдый. А какой фикс будет? Он такой, да. Ты ему сначала час рассказываешь про то, как у нас компания хорошо. Потом ты вспоминаешь, рада ему сказать, ну типа «задай тебе вопрос», и он спрашивает «а какой оклад твёрдый?» Да. А ты ему там про проценты. Не работает. Ладно. Люди делятся на эти три категории. Супер. Всё классно. Вернёмся к человеку, который руководитель. Мы до них работаем. Да. Он рыба. С него там всё начинается. Точно. Но вот первое, что ты мне сказал, и очень важный момент, который я считаю самый основной, вообще зачем человек? Вот как ему понять, зачем он здесь вообще? Ну, я для себя уже решил, у меня есть ответ на этот вопрос. Люди рождаются для того, чтобы быть счастливыми. Это их самое главное предназначение. Они, конечно, потом учатся, работают, создают ценности, меняют мир. Но самое главное, зачем существует человек, это для того, чтобы быть счастливым. Это вот его предназначение. Вот Боженька создал человека для того, чтобы человек был счастливым. Мы сейчас с тобой счастливы, потому что ты улыбаешься, я улыбаюсь. Вот как вот это состояние руководителю в себе генерировать, что ли? Есть какие-то способы, формулы или что? Да. Если мы сейчас выйдем с тобой на Кутузовский проспект, или ты приедешь ко мне в Петербурге, мы выйдем на Невский проспект. Медиаметрикс там на Невском, на Невском 46, а мы с тобой выйдем на Кутузовский или на Невский, то мы увидим огромное количество людей с такими, знаешь, серьёзными и вдумчивыми. Ты думаешь, это потому что они не выспались? Нет. Ты думаешь, потому что они устали? Нет. Знаешь почему? Нет. Они едят то, что им не нравится, они пьют то, что им не нравится, они девают то, что им не нравится, они живут с кем им не нравится, они работают где им не нравится, они живут где им не нравится. Почему? А я тебе отвечу, потому что когда у человека, ему 17 лет, то когда мама ему говорит, ты должен поступить на юридический факультет, потому что юрист – это престижно и твёрдо, он идёт на юридический факультет, ненавидит этот юридический факультет, но идёт на него, потому что в 17 лет, ну попробуй поспорю с родителями, правда, но когда ты закончил, когда тебе уже 21, 22, да конечно, всё, конечно, что тебе мешает, и знаешь что, я могу тебе сказать, это выбор человека, и главный выбор, который, надеюсь, вы, коллеги, сделаете для себя, вы хотите быть счастливыми, да или нет, если человек хочет бросить курить, что он делает? Бросает. А если он не бросает, значит он что? Не хочет. А вместо этого он занимается сексом с твоим мозгом, тоненькая, ментоловая, одна в день, с понедельника, вейп, кальян, бла-бла-бла, одна после обеда, ну и всё прочее, ритуал. Слушай, буквально, ты мне сказал, что у тебя четверо детей, это вообще для меня человек, имеющий там много детей, вообще преклоняюсь. Да. Как ты воспитываешь в своих детях вот это желание проявлять своё я? Бесполезно воспитывать, ты просто должен это показывать своим примером, потому что говорить, знаешь, Россия страна победившего Ворда. И если бы, например, Владимир Владимирович мне позвонил и сказал, Владимир, становитесь министром цензуры России, то я бы, знаешь, какой первый приказ издал? Какой? Вот в роли министра цензуры России. А запрещение Ворда. Почему? А потому что мы вот это вот погружены в вот эту постоянную бла-бла-блацию. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла. Не надо бла-бла-бла. Надо делать. И дети главный для себя урок воспитания выносят именно из того, наблюдая, что ты делаешь, а не говоришь. Потому что, знаешь, когда, ну, отец говорит сыну, не надо курить, это… И курить, и курить. Ну, ну, а это часто бывает. Поэтому ответ на твой вопрос, главное, чем я пытаюсь и хочу воспитывать своих детей, это своим примером. Я так делаю. Супер, смотри. Возвращаемся к руководению. Вот он проснулся сегодня. Мы сейчас, нас смотрят по всей стране, люди, предприниматели, собственники. Если это собственник гендиректор, допустим, да, это вот, ну, конфликты всегда. Если это собственник и гендиректор в одном лице, хорошо. Вот он проснулся, очутил. Как ему прочувствовать свои внутренние ценности, на что ему внутри себя опираться, что для него будет фундаментом, собственно, почему должен утром встать и с удовольствием пойти на работу. Угу. Есть два варианта. Ну, давай, во-первых, формулу счастья, я тебе расскажу. Да, да, да. Потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы лучше заходило, чего тут тобой вообще рассказываем. Ну, и формула счастья я это у кого-то из великих вычитал. Это когда ты утром едешь на работу с удовольствием. А вечером ты едешь домой с удовольствием. И разберитесь, если у вас не так, то… На работу, на работу. Ну, что касается, да, что касается домой с удовольствием, это не ко мне. У меня есть мой партнёр по бизнес-акселератору, Андрей Игнатьев, владелец 220 вольт, и он крутой бизнес-психолог. Позовём его как-нибудь сюда. 100%. Кстати, хорошая у нас с тобой идея, Николай, вот так регулярно встречаться. Да, это хорошо, и будем наносить непоправимую пользу. Да, да. Вот он очень хорошо умеет разбираться, он очень хорошо умеет задавать вопросы. И он через вопросы, не вталкивание, а ты должен, ты обязан. Наоборот. А он вытаскивает. И когда человек выговаривается, расчищаются вот эти вот наслоения, вот эти капустные листы, и остаётся самая главная суть в человеке. Поэтому, давай, то, что я расскажу, это скорее моё размышление, чем профессиональная область компетенции. Потому что менять людей – это не ко мне. Менять компании, развивать компании, бизнес-процессы, регламенты, процедуры, ключевые показатели. Мы сейчас туда придём буквально через один шаг. Да, да, да. А вот как прийти к тому же, какие ценности делают человека счастливым? Знаете что? У меня есть один очень простой способ. Раз в два месяца делаете экзит. Это на 3-4 дня. Просто купите какие-то билеты, и в среду вечером куда-нибудь, куда-нибудь. Один? Один, с любимой женщиной, пожалуйста. Но так, чтобы вы могли просто помолчать. Не прислушайтесь сами к себе. Просто за эти 3-4 дня, когда снимутся вот эти наслоения, ты должен звонить, ты должен указывать, ты должен руководить, вот это рулить, сто руки шива, вот это всё ответственность. Когда вы вдруг выдыхаете, начинаете думать о себе родном, чего же вы на самом деле хотите. И это работает. Но, а уже что касается профессионального коучинга, Роман, то это к тебе. Во-первых, я знаю, что ты в этом прекрасен и божественен. Ну и Андрей Игнатьев, пожалуйста, друзья, будут у вас вопросы задавать. Спасибо тебе большое, да, это очень серьёзная работа, но ты знаешь, буквально фразу про коучинг, прекрасно, всё супер, все понимают, но когда люди понимают, что а, это надо будет, не коуч будет тебе с тобой, а ты сам, и за это надо платить, вот здесь начинается вопрос. Окей, Яра приехал, разобрался, теперь моя задача сказать хотя бы той команде, которая у меня есть, сформированная хаотично, спорадически, те люди, может быть, которые не совпадают, но я хочу донести до них вот эту свою стратегию вижен, свои ценности. Каким образом, вот мы уже подходим вплотную к твоей работе, как строить команду, опираясь на то, что для меня важно? Для этого нужно сначала себе ответить на один простой вопрос. Только честно, не для меня, для себя. Друзья, мы же с Романом про практическую пользу, тогда вот получайте практический вопрос и дайте практический ответ. Я сейчас, двоеточие, я работаю на бизнес или бизнес работает на меня? Это ведь такой, знаешь, расчищающий вопрос, правда? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сколько процентов своего времени вы уделяете операционному руководству или даже деланию задач, выполнению задач за своих сотрудников? И дальше есть два варианта. Если вам это нравится, а такое тоже бывает, людям нравится. Знаешь, он пришёл на работу, он рулит, он пушивает в этом операционном говнище, ему вот это, знаешь, этому пнул, тому сказал, этому послал, вот это вот указал, приказ издал. Ну, т.е. такой, знаешь, занятой. Он такой выскочил, там что-то перекусил, вернулся опять. Домой приходит. Чувствует востребован, понимаешь, да? Если вам это нравится, ну, пожалуйста, я, это же, думаю, если человеку нравится, главное же быть счастливым, делать то, что нравится. Но если бы всё-таки про развитие, если бы всё-таки про личное счастье, после которого становятся счастливыми и ваши близкие люди, и, кстати, и люди в вашей компании в том числе, то тогда уже нужно задавать себе вопрос, а что делать для того, чтобы, наконец, не вы работали на бизнес, а бизнес работал на вас? И вот здесь главным ответом на этот вопрос и является поиск лучшего маркетолога в вашем городе, который должен работать на вас, лучшего логиста в вашем городе, который должен работать на вас, лучшего финансиста в городе, который должен работать на вас, лучшего продавца, лучшего трата АТА и прочих лучших-лучших. Вы сейчас у меня спросите, откуда я возьму столько денег? Им же надо платить. Лучший маркетолог – это же 300, лучший продавец – это же 500, лучший финансист – это же 700, лучший HR – это же космос. Сейчас рынок взорвёшь, зарплатный плат в Москве. Да, ну слушайте, да, не, ну можно в фитхантере суперджобе там попросить аналитику, и они тебе скинут. Вот, ну то есть почему-то есть представление о том, что сильные люди – это обязательно астрономические зарплаты. Друзья, я вам раскрою страшную тайну. Роман не Басков, а я не Волочкова. И к чему это я веду? Да к тому, что представление или жупел, или шаблон, или вот это вот представление о том, что хороший, сильный человек – это большие деньги – это неправда. Ну просто это неправда, понимаешь, да, это неправда. Ну я не ёлочка, а ты не медвежонок. Хороший, сильный человек есть и в Новосибирске, который стоит дешевле. Да, они, во-первых, они есть, во-вторых, вот что нужно, а вот что действительно нужно… Как привлечь. Да, привлечь. Для этого шаг первый – посмотрите на свой бизнес, на свою бизнес-идею, а насколько она вообще уникальна. Потому что если вы хотите привлечь, я недавно, кстати, пост сделал об этом во Фейсбуке, если вы хотите привлечь вот этого сильного маркетолога, сильного продажа, лучшего логиста и прочих там лучших производственников, то, конечно, это люди, которые уже всё про себя понимают, они понимают, что денег они заработают всегда, и он, поверьте себе мне, он всегда может рискнуть на 3-4 месяца, на 5-6, в том случае, если он верит, что он, зайдя в ваш бизнес, сделает что-то крутое, невероятное, то, чего никто никогда не делал. Помнишь фраза Джобса к Скалли «Ты хочешь газировкой торговать или мир изменить?» Это цепляет. И могу вам сказать, что для всех сильных людей это очень мотивирующая фраза. Бега идея какая-то должна быть, да? Большая волосатая идея. Большая волосатая идея. И вот, наверное, вот ещё на секунду отмотав, если назад, к тому моменту, когда руководитель куда-то поехал один, чтобы он ответился не только на вопрос «Зачем?», а он попытался найти вот эту вот большую идею. Слушай, ты прав абсолютно, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз ко мне приходят предприниматели, которые, знаешь, там, «Маринович, вот ты же там главный по команде, главный по развитию, давай, помоги мне развить свою компанию». Мы начинаем туда лезть, а там знаешь что, а там 147 547 сайт по продаже аксессуаров для смартфонов. Я задаю вопрос, слушай, а ты не думал, что до тебя уже 147 544 сайта собрали все деньги на этом рынке, там уже нет для тебя денег. Как сказал Андрей Парабелл, первые получают ягоды, а последние получают продукты жизнедеятельности первых. Точно, точно, точно. Да, так вот к нему и приходят люди, 1547 человек в статусе и в профессионализме этого. И знаешь, когда я задаю вопрос, может быть имеет смысл уже что-то, ну, прям новое придумать, ведь есть же возможности запустить уникальное в Сарапуле, в Москве, во Владивостоке или в Калининграде, но для этого же нужно просто задать себе задачку, хочу сделать уникальное. Знаешь, что говорят? Так же все делают. Я говорю, ну да, ну так, а если ты будешь делать то, что делают все, помнишь, что такое безумие? Это делать одно и то же и ожидать другого результата. Так не работает. Теперь, давайте конкретику. Прямо сейчас, друзья, прямо сейчас делаем на паузу запись эфира, который вы смотрите с Романом, идете в Google и в поисковике набираете teccrunch.com, teccrunch.com. Пожалуйста, есть 3-4 крутых ресурса, если хотите подробнее об этом, зайдите ко мне на Facebook, во Вконтакте, задайте вопрос, я вам напишу. Но первый ресурс, который точно надо, просто каждый день, знаешь, как гигиена, и утром, и вечером. Смотреть те тренды. Смотреть teccrunch.com, там тренды. Да, смотреть тренды. Ты знаешь этот ресурс. Кто с кем слился, кто с кем разлился, кто сколько денег привлёк, кто обанкротился, кто пробил ярд, это работает. И я знаю людей, которые сменили свою область деятельности, они нашли там идеи, они в своих городах запустили эти идеи и за 3 года развели бизнес до такого состояния, что уже продали эти бизнесы Яндекс.Еде, привет партии еды и Михаилу Перегудову, за 3 года парень был менеджером по маркетингу за 80 тысяч рублей в вебинар.ком и сделал партию еды, сервис по доставке еды для приготовления самому на кухне. Всё. Понимаешь, да? И всё. И два месяца назад Яндекс.Еда их купили. Круто. Вот я об этом. Поэтому, друзья, перестаньте делать 147 547 сайты по продаже аксессуару для смартфонов. Читайте TechCrunch.com. А как запустить бизнес, как привлечь инвесторов, как выстроить системный бизнес – это обращайтесь ко мне. А как перенастроить мозг – это к Роману. Итак, команда. Всё, я приехал. Хочу поговорить. Что мне делать? Дай какие-то практические рекомендации. С точки зрения, я понимаю, что твой проект по построению команды 3 месяца, полгода примерно занимает. Правда. Чтобы какие-то… Можешь по шагам пройтись, чтобы, я понимаю, не у всех есть деньги, но мы тоже должны что-то делать такое людям. Давай скажем, как это можно сделать самому. Хорошо. Какое самое главное слово, как ты считаешь, какое самое главное изобретение человечества? Команда. Люди работают вместе. Это хорошо. Групповая работа. Колесо. Комиссия. Комиссия. Давай сейчас мы с тобой договоримся. Просто на честность. Давай. Вот нас сейчас смотрят наши зрители. Правда? Как ты думаешь, сколько процентов из них реально сделают? Как мы с тобой говорили, 3. 3%? Да. И у тебя там, например, твоя аудитория там 15 или 20 или 40 тысяч. Ну вот сейчас в данный момент нас смотрят там 5 тысяч человек. 5 тысяч человек. Так вот из этих 5 тысяч человек, 3 получается это сколько? 150 человек. Да. Друзья, 150 человек, которые будут делать. Давайте договоримся. Мы для вас работаем. Мы работаем с Романом Чьяш на вас. Исключительно. Вы получаете практические инструменты, вы начинаете их внедрять. У вас за полгода бизнес вырастет минимум на 30, на 40, на 50 процентов. И пожалуйста, в апреле, в мае будущего года вы находите Романа и меня во Фейсбуке и пишите, друзья, внедрил, результат получил, получайте 20% дополнительного дохода, который я благодаря вашим инструментам получил. Это честно? Честно. Это честно. Договорились? Если вы ок, если вы согласны, ставьте плюсы и поехали внедрять. Шаг первый. Сделайте аудит, он очень простой. Возьмите вашу штатку, возьмите фамилии ваших сотрудников, поставьте красным, зеленым напротив того человека, который грызет ваш мозг невозможностью выполнить задачу, отметьте красной галочкой. А если ваш сотрудник, который принимает решения самостоятельно, предлагает эти решения, такой ответственный, ставьте зеленым. И вот такой вот красный, зеленый, красный, зеленый. Красные грызут мозг, не хотят брать на себя ответственность, зеленые сотрудники, которые вырабатывают решения, запрашивают ресурсы и готовы брать ответственность и решать задачи. красное-зелёное, оцените вы сейчас, где находитесь. Сделали скрининг. Да, да. Если вся штатка красная. Это же просто. Я сейчас не предлагал, что там 360 градусов, знаешь, там вот это вот всё сложные методики McKinsey за миллион долларов. Нет, просто красное-зелёное, красное-зелёное. Это первое. Второе. Посмотрите, каких у вас больше. Что-то мне подсказывает, что красного цвета будет много. И делаем после этого второй шаг. Запоминайте, квадратное колесо лучше, чем отсутствующее колесо. Я не предлагаю вам немедленно сразу с этими красными людьми расставаться. Боже упаси. Этих красных людей делим на две части. Часть первая. Это тех, кого нужно научить, потому что он хочет делать, но не умеет. Бывает такое. Хочет, но не умеет. И могу вам сказать, что из двух слов «хочу-могу», как ты думаешь, какое для меня самое главное слово? «Хочу». «Хочу». Потому что очень многие люди могут, но не хотят. А ты, говорит, помнишь анекдот, говорит, что какая самая обидная для мужчины, для встречи с мужчиной, который хочет. А, который может, но не хочет. Да-да, это катастрофа. Это катастрофа, да. Поэтому для этой первой группы, тех, кто хотят, но не умеют, просто научим. Пример. Вчера у меня была сессия с парнями из Хабаровска, очень крупный производитель нерудных материалов. Да-да-да. Ну, у меня от Калининграда до этого, от Владивостока до Праги. И там действительно очень классная барышня в логистике, всё в порядке, делает ошибки, научить надо. Поэтому первая группа красных людей… Учим. 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 Просто надо научить. Так бывает, что человека надо просто научить. А вторая группа красных людей, которые могут, но не хотят, здесь опять делим на две части. Их надо попытаться замотивировать, поговорить по душам, потому что так бывает, что человек устал. Хотелку включить. Хотелку включить. И такое, знаете ли, бывает. Три инструмента практически для включения хотелки вот у этого уставшего. Первое. Назначаем его наставником для новичков. Хорошо бывает, работает. Загорается человек. Бывает такое. Прямо бывает. Второе. Даём ему внутренний проект. Потому что у вас же, наверняка, уважаемые руководители и предприниматели, есть такая полочка, и на ней такие, знаете, лежат идеи под названием «Когда будет время, займусь». Правда? Всегда. Берёте эту идею, даёте этому уставшему и говорите «Только тебе доверяют, через месяц, через неделю, через два дня приходи, пожалуйста, с планом, как это реализовать». Бывает, загорается. Я это видел своими глазами, друзья. Видел, как люди от такого тоже загораются предложения. И третий инструмент тоже хорошо работает – это передвижение либо по горизонтали, либо по диагонали. Вот прям, вот именно так. Не вверх, друзья, боже упаси, либо по горизонтали, либо по диагонали. Ну то есть, например… В другой город отправил филиал. В другой город. Или там директор по маркетингу, а его назначили директором по продаже. Или по логистике. Да, или вот, и это срабатывает. Совсем красные. А совсем красные, у меня любимое слово «не увольнять» – ротировать. Ротировать. То есть, с людьми надо расставаться тогда, когда вы к этому готовы. Потому что, опять же, если человек хоть какой-то там процент эффективности даёт… Это лучше, чем квадратный кольцо лучше. Точно, точно. Шаг два. Да, сделали. Вот с красными разобрались. Теперь с зелёными. С теми самыми, которые, помните, замотивированные и крутые. Здесь моя любимая технология называется «Сверхморковка» за сверхрезультат. Очень хорошо и круто работает. Ну, понятно, что у вас, друзья, есть там регулярные ваши системы стимулирования. Заработал, получил 3%, премии, переменные, сделал 100%, сделал это. Это всё понятно. Но очень крутой инструмент, друзья, это провести стратегическую сессию. Договориться, кто за что отвечает для достижения стратегических целей собственника. Роман, ты в этом прекрасен. Спасибо. И я такой продукт на рынке предлагаю. И вот когда собственник, а, понимает, чего он хочет в будущем году, в 19-ом, например, добиться, и на этой стратегической сессии расписывается, кто за что отвечает, у кого какие ресурсы есть, кто к какому результату должен прийти, и сумма этих результатов и даёт выполнение целей собственника, вот когда мы это всё расписываем, тогда мы, моя любимая техника, собираем ключевых людей компании, их, как правило, 5-7 человек, потому что ты знаешь, что компания – это набор функций, а люди – это носители функций. Главные по маркетингу, главные по продажам. 7 друзей Оушена. Да-да-да, 7 друзей, да, ключевые 7 функций, собираете их и говорите, коллеги, если мы за 19-й год добиваемся этого результата, например, у нас продажи были 170 миллионов в 18-ом, и мы сделаем 250 в 19-ом, или у нас было 500, и мы сделаем ярд, все хотят ярд, вот если мы это сделаем, то, друзья, 15-го января 20-го года я с каждым из вас встречаюсь, и вы получаете вот эту самую мою любимую дольку сверхморковки. Да. Она причём не отменяет регулярную, ежемесячную, ежеквартальную систему стимулирования, проценты, премии и прочее, а это именно суперическая сверхморковка. Слушай, даже вот этого первого шага, если его просто сделать, это принесёт кардинальные результаты. Я тебе говорил, что время пролететь незаметно, осталось 3 минуты. Пожалуйста, я готов ответить на главный вопрос. Главный вопрос следующий. Скажи мне, пожалуйста, что всё-таки самое главное в работе руководителя? Ехать на работу с удовольствием. И через формулу своего счастья. Это, конечно. И главный шаг для того, чтобы наконец быть счастливым, создать команду, которая позволяет тебе получать кайф и удовольствие от работы, а не относиться к ней как к проклятой каторге. Где это вообще написано? Роман, где это написано? Где это написано? Где это написано, что работа должна быть каторгой? Друзья, есть один очень простой способ для того, чтобы работа была удовольствием, приносила вам счастье и достаточное количество денег для того, чтобы были счастливы ваши родители, ваши любимые, дети и крутые сотрудники вашей компании. Сделайте так, чтобы вы занимались только тем, что вам нравится. И это прямая дорога к успеху. Смотри, ведь сегодня мне очень что нравится, что это слово «успех» за эти 45 минут прозвучало сейчас в первый раз. Да, но мы не об этом. Ну не в последний, но в первый. Да, мы об этом думаем, но мы не говорим об этом. Точно. А для меня денежка, это знаешь, это не просто способ купить молоко или там зимнюю резину. Это часть успеха. Это, скажем так, это оценка. Если я сделал что-то очень хорошее, кайфовое, люди мне проголосовали за это полезное и ценное для них предложение денежкой, понимаешь, да? И это очень просто. Больше денег – больше голосуют. Если меньше денег, значит людям не нравится. Коллеги, не занимайтесь тем, за что вам люди не платят. А прямая связь, чтобы вам больше платили, заниматься только тем, что вам нравится и будет вам счастье. Точно. Давай быстро пробежимся и подведем итоги о том, что мы с тобой говорили, потому что мне очень нравится всегда это делать. Я буду говорить, ты меня добавляй сразу. Итак, первое – надо разобраться, зачем ты. Зачем ты? Да. Чтобы почувствовать себя и вырваться из контекста, возьми, купи билет. На день, на два. Да, в конце концов, просто пойди в парк погуляй. Точно. Да. Найди себе возможность ответить на себе вопрос, выключи телефон и подумай, что ты делаешь. Ради чего ты живешь. Побудь сам собой. Побудь сам собой. Послушай сам себя. Послушай сам себя. Если у тебя есть деньги, найми себе коуча, чтобы он с тобой поговорил. Это тоже важно. Найди товарища, друга, не знаю, любимую женщину, которая тебя поддержит и которая готова тебе помогать. Это первое. Потом ты пришел в свою команду и посмотри на этих людей. Какие бы ни были, они твои люди. Да. Плохие, хорошие. Ты можешь их оценить и ты дал один из первых шагов зеленый-красный скрининг. Да. Технологии ты очень подробно написал. Попробуй с ними поговорить о том, что для тебя важно. Да. Ты сразу видишь яркость в глазах, огонь, потухлость, все остальное. И мы знаем, что 3% тебя поддержат, 7% будут тебе помогать это делать, 90% будут молчать. И вот там как раз… И делают то, что тебе надо, если ты их будешь контролировать. Вопрос другой, следующий вопрос, ты отвечаешь себе после того, как ты сообщил всем им, что для тебя это важно. Ответь себе на вопрос, ты работаешь на бизнес или бизнес работает на тебя. Точно, абсолютно. И тогда тебе возникает вопрос, а что тебе нужно делать? Увеличивать 3%, увеличивать 7% или продолжать вот так же… На 90%. Да. После этого ты поговорил, что да, все понимаю. Идешь дальше, следующим шагом. Ты говоришь, а вот теперь я хочу не приказ, а действие приказа. А давайте-ка, ребята, принимайте решения сами. Точно. И как раз для того, чтобы они принимали решения сами, ты берешь вот этих самых близких к тебе людей и создаешь с ними условно некий тандем, в которых вы друг друга понимаете. А для того, чтобы еще раз, нарисуйте себе вместо портретов там лиц, висящих на стенах, рыбу, которая будет обозначать, что это ты сам. И это начинается с тебя. Если позволишь, я сфотографирую, потому что, друзья, вам это может быть не видно, а для меня очень-очень круто, что в тех записях, которые сейчас делал Роман, главное слово в центре – это слово «команда». Команда. Да. С большой буквы «К». Я безумно рад тому, что у нас с тобой получилась встреча. Всего полгода прошло, без того, как мы с тобой договорились. Я надеюсь, следующая встреча пройдет раньше. Давай сделаем серию программ про команду. Давай. Будем приглашать наших клиентов. Будем рассказывать людям, что реально менять мир. И менять можно своими руками. Сто процентов. И из-за этого зависит только от вас, друзья. Безумно рад, что ты был здесь. Спасибо тебе огромное. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, что было не просто интересно, но и полезно. Я Владимир Маринович, бизнес-школа «Вверх», эксео «Гет», акционер «Гет», счастливый человек, который занимается тем, что ему нравится. Сегодня побывал у второго счастливого человека, Романа Дусенко, который занимается тем, что ему нравится и человек, который тоже наносит непопробимую пользу. Спасибо, Роман. Спасибо тебе. Коллеги, это был «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко на радио «Медиаметрикс» и Владимиром Мариновичем в гостях. Пока. До следующих эфиров. Доброго солнечного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова